В Питче, Снег и Безеркало Давным-давно жил Великий Шах. Он приказал построить прекрасный дворец, там было много чудесного. Впереди прочих дипломий, в дворце было зал. Вещи стены, потолок, двери и даже пол были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясными, и Питец не сразу понимал, что перед ним зеркало, настолько точно они отражали предметы. Кроме того, пены этой залы были устроены так, чтобы создавать эхо. Спросишь «Кто ты?» И услышишь с разных сторон в ответ «Кто ты?» «Кто ты?» «Кто ты?» «Кто ты?» Однажды в залу забежала собака, и изумление застыло посередине. Целая свора собака окружила ее со всех сторон, сверху и снизу. Собака испуганно скалила зубы, и все отражения ответили перед тем же самым. Перепугавшись не на шутку, собака отчаянно залаяла, эхо повторило в виде мать. Собака залаяла все громче, эхо не отставало. Собака металась туда и сюда, в попытках укусить злых собак, но лишь кусала воздух. А ее отражение тоже насырит вокруг щелк и зубами. На утро столби нашли несчастную собаку бездыхания, в окружении сотен отражений издыхших собак. А в зале не было никого, кто мог причинить ей хоть какую-то грязь. Собака погибла, отражаясь с эхо. Снег сам по себе не несет ни добра, ни зла. Он не травит к человеку. Все происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств и желаний. Мир – это большое зеркало. А благодаря всем нам это зеркало отражает добро и зло, но любовь и верность, взаимопомощь и равнодушие, радость и страдания. Снег именно такой, каким мы его делаем. Снег. 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 Снег.